Здравствуйте, Светлана. Вопрос по поводу эпиприступов. Здравствуйте, в марте этого года у девочки 9 лет начались судороги, тоникоклонические и серийные. В течение трех недель находились в больнице, врач старался подобрать лекарство, сменили три препарата. Остановились на допакине сиропе. Судороги продолжаются каждую неделю в течение суток. Больно смотреть на ребенка. Когда были в больнице, во время приступа кололи реланиума, лзепам, судороги прекращались, но ребенка впадает в недельный сон. Дело заканчивается реанимацией. Раньше с такими приступами не сталкивались, очень страшно. Что сделать в вашем случае? Приступы, характерные для детей с синдромом Ретта, это типичное проявление судорог, тоникоклонические судороги. Единственное, три препарата в течение трех недель – это достаточно быстрая смена лекарств. То есть надо придерживаться более длительной терапии. Попробуйте препарат подольше принимать. Тогда, может быть, будет эффект. Так, врачи на практике не знакомы с диагнозом синдрома Ретта, говорят, что для нас трудно подобрать лекарства. Все вопросы о терапии вообще-то надо решать врачом. То есть родителям обычно не дают такие ответы. Это неправильно. Родители сами не могут подбирать лекарства для ребенка. Единственное, могу дать совет, что действительно Допакин-сироп, он работает с синдромом Ретта и помогает. Стараются применять монотерапию. И поэтому попробуйте принимать его просто дольше. Судороги как раз при синдроме Ретта отличаются тем, что они имеют, что плохо поддаются лечению антиконгульсантами. Вам просто надо пережить этот период. И все...